во имя отца и сына и святого духа христос воскрес книга пророка иеремии 20 глава 9 стих и подумал я не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его но было сердце моем как быть горящий огонь заключенный в костях мы и стомился удерживая его и не мог священное писание говорит о том чтобы мы заботились о своем состоянии вот 318 когда мы считаем из эти или прямо говорит об этом если ты виделся грешающего соблазняющего и не сказал ему не обречил его он погибнет ты ему не сказал все там заминировано но его кровь которая прольется я взыщу с тебя с твоей головы вот если мы до конца проникнем в это мы будем бояться всего почему мы там не применили тот талант который дал нам бог а если обречал 20 стих прямо говорит если ты говорил он не послушал он погибет и кровью на его голове а ты спас душу твою от того что люди беззаконящие делает неправильно зависит наше спасение бог так устроил этот мир они так я спрячу от меня никто не знает я не лезу я хороший не обречаю сейчас мы посмотрим что нам дух святой скажет я целую неделю готовился к этому дню тут получилось две недели я не смог говорить а вот сейчас мы просчитаем эти места описания я очень прошу вас вы в каждое слово старайтесь вникнуть об этом я зато вот говорить не пропускай самого малого слова там глубочайшая тайна скрыта как он может сказать разлитый как огонь внутри меня в костях моих я обращаюсь к хирургам а какая такая болезнь может чтобы человек почувствовал как огонь ну там а семи лет у меня сестра родная так болела там умею давали ты как-то вылечилась это в костях кости а это 700 лет почти до рождества христова о чем они говорят и слова их как рак будет распространять рак речь идет не какой-то моллюске а о болезни и это пишет переводчик даже наше время переводит меня спрашивают люди там как написано как рак в другом месте язва смысл то не меняется и уже тогда это знали огонь внутри в костях я старался я понял от чего это я вижу беззаконие и ничего не могу сделать он внутри меня я усилился не буду говорить потому что еще больше они сделают зло и не мог удержать и я сегодня об этом буду говорить я всю неделю эту тех готовил другую тему и сегодня только зашел в интернета на меня один выходит и как раз с таким вопросом я понял это ответ мне я только успел написал места и пришел сразу сказать я прошу это слово которое сейчас услышите не от меня вот я сказал пророк и риме а вы маленько воображение разбейте скажите а икона есть такое есть какое на себе я не знаю откуда это взяли ну видимо воображение иконописцы какие-то правила существует но мы должны определенно сказать что этот человек был еврей определенное тоже даже никак никого не боялся притом не просто не боялся а он не видел этой опасности над ним меч заносится а он даже не имеет фильм поставили и риме советую всем посмотреть прямо конкретно по по буквам идет когда он маленький был как первый раз ему господь явился молодой совсем но мальчишка и господь говорит иди и говорит я молод иди говори чтобы я не поразил тебя говорит господь ты не ссылайся на то что у меня времени нету я больной не могу грамоты нет перед богом это ничто перед богом голос его ибо он будет судить нас на суде божием если бы мы имели перед собой это видение какой будет суд мы бы как-то поняли о чем плакал ефрем сирин братья между собой рассуждали а пойдемте к ефрему ему бог много открывает но вместо того чтобы отвечать он сразу заплакал есть видели как я когда в латвии был стояли там пятьдесят два года пути и кто бы не смотрел я рыдаю они рыдают место я обратился место где меня бог разворотил другом направлении идти вот это обращение у него было он боялся и как он жертву первый раз приносить жертву вот нож и отец священник подталкивает он и священнической среды он куда-то глаза завел и никто не видит видит стоит какой-то старик то виде молодой какой-то мальчишка и голос говорит ему и тут царь пришел царь и наместник царя и вдруг он начинает говорить о беззакония в стране он обрещает всех от начала до конца кто его учил этому отец нет его учил сам бог а теперь он это изложил и когда царю однажды доложили что свиток такой-то написал а он сидел тому жаровня называется время было зимнее и в руках был ножик ножичек у него определенной пищи написано и он отрезал сколько прочитал тарсас отрезал пергамент бросил в огонь до конца может быть там и хорошие говорится до конца и сразу а привез его друг варух пришел жжок жжок и вдруг слышит господь это пиши это и добавь вот это добавь к этому я до нас это дошло почему огонь должен разливаться вы помните как день пятидесятес он приближается к нам они ждали но никто не знал как явится господь сидите ждите обетованного духа святого и обречетесь силой как силы откуда я либо хожу сила будет откуда не узнаешь да я боюсь всего я немощен как говорил моисей косноязычный заика у тебя брат есть я буду говорить он тебе передавать но слышать должны от тебя люди поэтому не думайте что у вас нет семинарии академии я буду сейчас говорить что я видел в интернете пасху я не мог находить себе место самого высокого ранга не буду называть потому что на меня лавина буквально пошла сейчас откуда и наконец люди стали хоть один человек вышел и сказал при том грешат под проклятие попадают не я говорю слово божие как показывает что это делается проклятство дело господне делает небрежно два часа идет богослужение архиерея под них сколько метрополитов и ходят друг за другом ходят ни одного слова нету и начинают когда говорить ясно дело телохранитель видно черное одеяние красный галстук они прям видно куда он разворачивается они только стоят рядом и глядят ну надо охранять но не до кожи степени во время богослужения сами себя боятся апостол павел никто не охранял племянник услышал доложил 470 человек сопровождающих тазу дали милиционеров и пошли довели куда надо до времени пока бог не назначил нам окончить жизненное поприще нам никто ничего не сделает не бойтесь участь боязвых в озере огненном тем заканчивается библия и не надо я разговор окончил тебе один раз сказали не надо повторять мы говорим он не хотел говорить я не знаю как был явно крестителя ну его все уважают идут к нему люди ну маленько то люди в пустыне устал и накормить надо порождение ехиднины кто внушил бежать от будущего гнева вот это окрестил это говорится не о людях плохих почему он так их назвала крестил вот это имя им дал змееныши а в другом месте прямо в змеи не надо играть словами своими мы должны взять отсюда и сказать господь властен сказать это нам кажется ничего особенного нет если я вот то сделаю ты спроси что говорит бог в этом случаях великое дело и может быть даже наиважнейшее слышать голос божий вот мы ходим приходим 7 минут молчим мы не просто делать еще мы специально вели в устав богослужения при архиереи всегда где бы не было 7 минут молчания почему 7 полнота а молчание означает углубление в себя что у нас было за неделю господи наполнился моей благодарностью тебе подними меня всю неделю просил давай давай помоги сохранить защите но на вторую ступеньку подними второе благодарение а дальше а дальше священник отверзает врата и словословие льется третья ступень ангельская вот когда вдумаешься где это есть нигде больше нету повторяя нигде этого нет вот я смотрю там самое главное лицо который ведет богослужение вот так вот крестное знамение него на все которые приближенные высокого звания люди сюда вот один раз другой я щекнул смотрите еще раз разворачиваем два-три-пять-десять раз одинаково и другие точно так же стоят юремия 48 главе 10 стихе сказал проклят то дело господне делает небрежным совершить знамение христа это дело божье нет это не сухари сушить и вот так вот он перевернутый крест слабоской как говорит сейчас мы думали о освещении чувство на грудь а сейчас говорят нам один человек все время говорил а мы не верим учебники выпускали на чрево речь это кресте христова господи господи ты господь иисус христос ты имя получил щезди у марии сын божий помилуй меня греша вот сюда положить вот это будет крест вот эта половинка долба вот это гораздо а это перевернутый крест а там вообще креста никакого нету куда то вот здесь вот на посмотрел почти на пупух это предполагается и весь народ смотрит и все это записывается идет на весь мир спрашивать что случилось ничего не случилось проклятие проникните в эти слова не просто я это говорю я просто этим горю на меня сошел этот огонь господа ну простое дело перекреститься то ничего нету дальше показывает крест в болгарии массово народу в очередь стоит каждого берет ребенка я не знаю маленьких не крестили примерно вот такое вот он ребенок он поднимает его ставит в чашку ногой ну вот столько воды нету он руку вот так вот и дальше растопорит пальцы по голове отрунулся и трижды так в воду даже воды нет хоть еще ладошки пытается из вообще ничего нету и люди то верят что это крещение это разбойники и который крестит он раз в три толще того который стоит народ это говорит видит мы стоим перед великой катастрофой за церковь повторяю православные от первого дня сектанты появились это 1517 году от мартина лютера и сегодня в три раза больше чем православных на день забьет десятерых православных вы что совсем бога не знаете я должен ответить почему библии не считают слова библии в речи главного человека даже не произносится никогда я стал он площади в москве открывали памятники просветителем русского народа кириллом и фоне стоит патриарх он я не знаком с ним говорит я когда это все видим макдакон был записал не может быть за двадцать с лишним минут ни разу нигде ни слова библии не христос кажется не поминается даже а вот этот который главный сегодня нашего праздник который был пасхи стоит вот христос пришел я дословно почти говорю и принес новое учение о том что умы за грехи людей даже ни разу почему тут стоят люди слушать и при всем я представляю хорошие ну почему не сказать он умы за грехи наши мы его распяли это золотолусы ты присвои все оттуда что он сказал не просто умер за мир за меня умер значит ничего там нету я потратил столько времени еще раз посмотрел еще слез не хватает и это мы русь святая мы сейчас посмотрим священное писание стоит ли обречать стоит ли говорить понятно люди грамотные догадаются каждому не назвал не назвал быть понятно о ком вы говорите так это все выставлено дальше мы считаем марка 7 16 слово слушать в библии встречается в 1539 раз раскройте уши 1539 раз и все равно не слушает сегодня говорит господь опять нам если кто имеет уши слышать да слышит люди это как уж это вот они потрогал вот у меня уши а давид говорит однажды сказал бог и дважды слышал я это что эхо раздалось по горам или что одно дело услышать кто имеет уши значит речь идет не ушах к телу а уши которые есть того что мы не видим незримые уши вы верите в это или нет то что сейчас я считаю потом вы сможете посмотреть свериться так ли это дальше исайя 40 глава с 9 по 18 стих я взял большие пакеты потому что они говорят об одном не каждый дома может читать библию потому что мы сильно заняты исайя 40 глава из 9 по 18 зайди на высокую гору благовествующийся он возвысь силой голос твой благовествующий иерусалим возвысь не бойся скажи городам иудиным вот бог ваш вот господь бог грядет силой мышцы его со властью вот награда его с ним и воздаяние его предлицем его как пасторин будет пасти стадо свою акция будет брать на руки носить на груди свои и водить дойных то исчерпал воды горстью своею и пядью измерил небеса и вместил в меру прах земли и взвесил на веса горы и на чашах на чашах весовых холмы кто разумел дух господа и был советником у него и учил его с кем советуется он и кто разумляет его и наставляет его на путь правды и учит его знание указывает его путь мудрых вот народы как капля из ведра и считаются как пылинки на весах вот острова как порошинку он поднимать понимает он или ивана недостаточно для жертвенного огня и животных на нем для всесожжения все народы при ним как ничто менее ничтожество и пустоты считаются у него и так кому уподобить его бога и какое подобие найдете ему третья книга езда добавляет и все народы как слюня преднимут один плевок только одного спросили епископа а как он бог избирает а вот на кого как плюнет тот и епископом будет почему потому что он брезь брение делает у него освещается все плюнул помогал человек прозрел нам необходимо это и вот прочитали все ничто я уж не говорю там одна свечка горы благоухающие долины все перечислены сами перед ним народ это в пророка и заданы самых больших пророков при том когда человек о ком-то отзывается то он сам этого достиг уже так как правило такое если он говорит знаете это хороший художник а вот апостол павел говорит иса я смело воскресает значит павел смело идет на смерть а тут не менее смелый так он отзывается высоко больше ни о ком он не говорит такого я вот посмотрел что получается слышать это слово сколько раз в новом ветхом завете в вете на все дается определенное число вот мы сейчас прочитаем еще пятьдесят восьмая глава от 1 по 11 стих иса я с 1 по 11 эти какие большими пакетами прошу это об одном и как везде пророк говорит люди ликуют ликуют и вдруг сразу злодеи злодеи стоит злодейский злодеи злодеи стоит злодейский вообще а почему это люди так говорят только да у нас все хорошо все было получено вера правильная ты посмотри по слову божию очами божьими взгляни взывай громко не удерживайся возвесь голос твой подобно трубе укажи народу моему на беззаконии его и думают яковлеву на грехи его они каждый день ищут меня и хотят знать пути моих как бы народ поступающий правильно и не оставляющий законов бога своего они вопрошают меня судах правды желают приближения богу почему мы постимся а ты не видишь смиряя души свои ты не знаешь вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других вот вы поститесь для ссоры распри и для того чтобы дерзкую рукой убить других вы не поститесь в это время так чтобы голос ваш был услышан на высоте таков ли тот пост который я избрал день который томит человек душу свою когда гнет голову свою как тростник и подстилает по себя рубящий пепел это ли назовешь постом и днем угодным господу вот пост который я избрал разреши оков неправды развяжи узы и рма и угнетенных отпусти на свободу и расторги и всякое ерьмо разделись голодным хлеб твой из китающихся бедных веди в дом когда увидишь на голова одень его и от единокровного твоего не укрывайся тогда откроется как заря свет твой и исцеление твое скоро возрастет и правда твое пойдет пред тобою и слава господне будет сопровождать тебя тогда ты возовешь и господь услышит возопьешь и он скажет вот я когда ты удалишь из среды твое ерьмо перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное и отдашь голодному душу твою напитаешь душу страдальца тогда свет твой взойдет во тьме и мрак будет мрак твой будет как полдень сам смотри что к тебе относится или нет я вот когда беседую с иноверными как с мусульманами употребляю примерно два три стиха ну у них называется сура и аят почему они не знают я изучаю книгу смотрю составил там каталог а как беседовать когда они не верят в это совсем не верят переведено неправильно а когда лучше пи но считай как на вашем языке написано я не знаю то есть они еще меньше нас знают мы-то тоже стоит тут иногда не понимаю слова хоть сходятся там совершенно никак это не буквы это арабский текст и что то же самое кто же это делает кому это выгодно чтобы находились во тьме и пророк когда говорит вот пост но до этого дня не постились или нет он говорит людям которые постились может родился я поисе от фарисея я родился в этой семье вот с детства верующий по правде законы не порочи я выполняю все посты но перед богом оказалось все пустое как и было то слышать вода же слышали мы говорили об этом слове как деньги которые жертвуют большой там без сундуки ящики видимо были ну то там посмотрите завалилась и копейка где и друг копают свиток то его чё на там мусором заместить полыню завалено было как можно не видеть было то свиток и побежали к священнику священник взял стал считать ужас то какой во всей стране ни одного свитка ни одной библии как русский народ был 988 на пальцах считайте крестил князь владимир и перевели библию только и то в определенном количестве выпустили 1876 год 900 лет отмахнуло где во тьме полной тьме люди ничего не знали откуда вы знаете это я родился в семей религиозной все праздники все к сельскому хозяйству отец мы строго соблюдали посты не ели там минимум менялось как сказать сегодня посты настоящий это не пьет и нет человек и какой же это пост теперь порог нам показал если это дело разве живу за там все говорит на карме это работа серьезная ты же не скажу что ты на пенсии находишься ты это и должен находить вот я сижу у телефона и друг бабка звонит а кто ты такая из такого города 84 года я на пенсии и валит 2 группа с глазами письмо написала каллиграфический почерк и все рассказывают я так люблю господа пришла к батюшке отец а как это место да зачем тебе это ты ходишь посещаешься но еще тебе я в доте надо то я второй раз подошел совсем и однажды вверх посвящали девушки дверь вы не хотели пойти на занятия по победе заходите все иконом крест все другой и ведь иначе это совесть и златоуз говорит одна душа одна погибет по твоей небрежности освещение всей жизни не хватит рассчитать ибо за нее умер христос я об этом сейчас говорю мы тоже ответственны сколько нас здесь ревности то нету издалека никогда не пропускают ну позвозьми пример всех болящий тут пенсионеры приходят совсем другой ноги никогда не положить здесь на его у меня там рядом церковь то есть собрание не нужно я отстоял собрание никакого нету ничего не знают разошлись писание не изучается я буду говорить громко я не случайно эти места показал громко для чего что далеко было слышно возбыть голос твой на горах то есть поднимись это конечно и радио и телевидение конечно интернет это очень высоко вот мы собираемся каждые два часа у нас интернет на сообщество по списку сколько там но собирается все время через каждые два часа звонок все раздали чем бы не занялся дома все бросил и на молитве это бог сделал а кто нам это помог тимбер нас и тимофей ну почему что о нем не молишься это он нам позволил и каждый день у нас новые новые люди приходят из сектантов из мусульман ждут когда крещение будет сколько же на бог то открыл докажем отвечать кому много дано так я сегодня с вами я просидел под землей как прятали все еще не окончили доставать 300 лет спрятано было от органов и решили все-таки вытащить оттуда потому что дом разрушается как было трудно как лобби или перетягивали как страшно все это было и друг все позади дать бог свободу помните начало занятия я говорил как мы будем рады богу мы по полной программе этом все в университетах в школах это господь надо умел по радио что нам господь позволит а все благодать божия человеку это невозможно и люди приходят абсолютно нас не знающие я болел там мы сегодня ехали видели на одну сотню мотоциклистов и такое то у них тут собрали ли что а вот отъехал упал и разбил ногу там и все и кто-то ему в другом месте совсем на меня говорит бог его услышит я сначала хочу узнать как ты упал почему а кто-то тобой был недоволен по порядку рассмотрим причина да отец был недоволен ты отца не почтил его слова но он с вами не живет заметьте причины разные все отца и мать и будешь долголетие на земле а ты на костыря теперь ходишь и неизвестно на семи местах стала ломалась у тебя сколько-то полтора центра из полпасу когда упасть на полном ходу то на повороте на него полтора центра вот только что он кое-как румение когда мы с церковь идем виталия слова виталия это жизненный ты не жизни ты уже мертвый я говорю первым делом сделаю вот это вот сходи в храм начни постите бритву выбросить это сколько килограммов ума лишнего веса как как душе подойти я все сделаю как надо посмотрим молиться сейчас я не буду пока первое сделай что-то и без воли ты можешь сделать а по я увижу ты серьезный я прошу вас не будьте бесплодными что я рассказываю это не случайно это делаю не я это бог делает он на меня вышел нити надо пришлось все бросить скорее ответить мы для этого и пришли сегодня чтобы по всему миру рассказать как близок господь сокрушенным сердцем исаи 12 пророк исаи слушайте небеса и внимая земля потому что господь говорит я воспитал и возвысил сыновей они возмутились против меня вот вот надо просто в это найти один одна жизнь такая коротенькая и этот народ для 1896 национальности в мире это данная не кажется сегодня больше нашли у меня устарелы в познании но 2800 тогда было сегодня это до 7000 насчитали забывать 100 150 человек нация тоже и а из них избрал бог только одного народа никогда не проклинаю только благословляю чтобы они приняли христа за спасителя еврейский народ в этом твое благословение благословляющие благословлю тебя все будет ладно и в детях и во внуках и на работе и в мыслях и в молитве и в друзьях все будет благословенно кто так делает наш бога иегова как называет яхва я возвысил этот народ они повернулись и пошли и пошли против а господь говорит пришел к погибшим овцам израиля это даже не кладбище это называется скотомогильник и дальше что и они меня пришел к своим и свои не приняли евангелия тянут 29 и не приняли а почему учителя их так научили причина одна они нарисовали какой он будет и они все как субботу не хранит первое главное то суббота можно влечить когда-то другой день то да он не при парке давал только сказал встали иди так ты даже не лещит нигде сам да иди да я пошел да я лежу есть суббота и господь сказал так субботу добро делать или зло и они молчали и он воздрел с гневом на не скорбя божество щеней сердец господь не гневался никого не гневался а кто мир потопил кто садом и говору пять окрестных городов жил еще вы обманываете бог воздрел с гневом меня один делал замещают вы говорите встанем на молитву не на молитва для молитвы я стал говорить огромную написано говорит и когда молитесь на молитву на молитву написано очень наш я беру из евангелия ну по про поправили не поправили они знают и поэтому можно так и так сказать чтобы мы без молитвы не шагу что сказать я у бога выпрашивал это сумели передать так чтобы зажечь вас огонь день пятидесятницу покажет и далее и риме 22 22 глава 20 стиха по 32 не пропустите эти слова перед нами и риме я говорю здесь он стоит его вы не видим просто зайди на ливан и кричи и на вас они возмусь голос твой кричи саварима ибо сокрушены все друзья твои я говорю тебе во время благоденствия твоего но ты сказал не послушаю таково было поведение твой самой юности твоей что ты не слушал глазом моего всех пастырей твоих унесет ветер и друзья твои пойдут в плен и тогда ты будешь постыжен и посравлен за все злодеяния твои живущий на ливане гнездящийся на кедрах как жало будешь ты когда постигнуть тебя муки как более женщины в родах живу я сказал господь если бы и икония сына и кима царю действием был перстнем на правой руке моей то и отсюда я сорву тебя и отдам тебя в руки ищущих души твои в руки тех которых ты боишься в руки нам на входа носора царя вавилонского и в руки халдеев уже предназначено и вот этот главный человек стоит и а жертве христа не говорит я знаю нам нужны ошибся нет знаете вы только одно понятно до чего говорится что россия ни на кого не нападала никогда потом постоял маленько он опять запомните все это говорится в храме принародно на весь мир быстро россия никогда ни на кого не нападала опять постоял я еще раз повторяю россия никогда не нападала да это в третьем классе же учат кто в финляндию допал тридцать девятом году вот там близко нашей границы они сказали отойдите на 50 иначе нападем на вас польшу кто завоевал при царе было финляндию кто завоевал в афганистан кто загнал четырнадцать семьсот гробов за что при отдали никого нету там все кончилось почти 70 тысяч коллег и это перед всем народом говорить военные стоят здесь же и генералы это что делается с нами понимаете это буквально взрыв и вы совсем не верующие а какие же мысли мы сегодняшние дни говорить ни на кого не нападаем неправильно говорят правильно неправильно это другой вопрос но не надо неправды я никого не осуждаю но нельзя это говорить над нами все смеются уже я сказал только что те согрешили и закосили все таинства я туда вся эта зара зашла и теперь господь на них вещь опускает не молиться об избавлении каком-то да будет воля твоя бог говорит прямо проклят то меч господень удержит от крови меч это наказание наказание другого правителя это говорит пророка иеремия в одном стихе два проклятия дело господне делает небрежно и это а про кого это говорится вот я когда прочитал первый раз кому она пима там три раза библиона чем я нашел что это про нас кто не любит господа тому марана по она пима да господи еще не знают о чем говоришь приходят храм отпевают то другой я гранул да теперь до расставаться до воскресенья какого воскресенья ну когда все воскреснем чуть попала говоришь то люди не верят в это и не они только епископы не верили и бог тогда сделал чудо 7 ефесских отроков они в пещеру зашли там когда их стали гнать готовилась казнь и почти 300 лет проспали и когда явились по монетам узнали кто они и тогда собрались епископы не верят а нам горжетят святых по демитриру ростовскому так что не спешите заступаться а написано сейчас мы увидим не проходи мимо не проходи а я скажу о пользы никакой меня часто говорят ну тот сказал вот и думал нет какие последствия а вот это бог отнял мне не надо думать но я откреститель знал что ирод не послушает при живом братья отнял жену иродиаду притом дети были то есть они по дому пункту не подходит но я не говори это я обязан сказать народ развращается смотрит и каждый начинает это делать вы вспомните когда и свирь когда осень не пришла и он народу хотел показать самое лучшее что у нее есть а салетий сказал все хорошее но у тебя есть сосуд который гости не видели а что это сосуд арток сердца он говорит жена красавица она в это время концерт устраивала как показывают сказали и кого я пойду там собрались пьяная ну что со всего мира и он руки опустил и и сразу посоветовали от стране и навсегда нельзя оставить князья дома расскажут значит княги не слушаться не будут глядя на них дворяне не будут и вся страна привез в упадок отстранить ее дать ей пенсию пусть сидит где-то выгнать а дальше мы видим кто-то да и свирь придет я не сегодня празднует этот праздник вот и все как господь и избрал и свирь это от бога все еще прочитаем езекииля 14 1 по 12 318 мы прочитали до 30 стиха не стал многовато 34 с 1 по 12 так языки это тоже великий пророк считается по количеству страниц езекииль глава какая еще раз 30 нет чеки тридцать четыре наверно прости меня пожалуйста бродяга до 34 1 кем ну на 34 похоже да ну да она так вот корявый слепой до глухой ибо так говорит господь бог вот я сам отыщу овец моих я смотрю их как пастух поверяет стадо свое в тот день когда находится среди стада своего рассеянного как я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест которые не были рассеяны в день облачный и мрачный и так это с первого по двенадцатый стих а подожди яс да с 1 по 12 и было ко мне слово господне сын человеческий из реки пророчества на пастыре израилевых из реки пророчества и скажи им пастырем так говорит господь бог горе пастырем израилевым которые пасли себя самих не стадо ли должны пасти пастыре выели тук и волною одевались откормленных овец заколали а стада не пасли слабых не укрепляли и больной овцы не врачевали и поранены не перевязывали и угнаны не возвращали и потеряны не искали оправили ими с насилием жестокостью и расселись и не без пастыря и рассеявшись делались пищу всякому зверю полевому блуждают овцы мы по всем горам и по всякому высокому холму и по всему лицу земли рассеяли овцы мои и никто не разведывает о них и никто не ищет их по всему пастыре вы выслушаете слово господне живу я говорит господь бог за то что овцы мои оставлены были на расхищение без пастыря сделались овцы мои пищу всякого зверя полевого и пастыри мои не искали овец моих и пасли пастыри самих себя овец моих не пасли зато пастыри выслушайте слово господне так говорит господь бог вот я на пастыре и взыщу овец моих от руки их и не дам более пасти овец и не будут более пастыри пасти самих себя и из сторону овец моих из челюсти их и не будут они пищу их ибо так говорит господь бог вот я сам и тыщу овец моих осмотрю их как пастух поверяет стадо свое в тот день когда находится среди стадо своего рассеянного так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест которые они были рассеяны в день облачный и мрачный на высокой холме это знаете высокие идеи какие-то выводят автоизм и все куда люди разбрелись про нас все говорится то я бога защищу с вас пастыри то народ вообще не знает ничего вот крестит мой брат там настоятель ботоборске я вижу два молодая парня священник зашел взять мазать миром они стоят двое уже все готово крестить и стану ладошкой я говорю а почему креститесь один у меня в армию призывают так а ты а мы друзья так чтобы вместе кто христос христос а кто он только на рынок планетянин какой-то то есть абсолютно не знает ничего и вот священник подходит я говорю батюшка а вы их спросили верит они любили так сказали берет не верит они он сразу развернулся назад это говорит брат теперь мне попадет от архиерея это другая здесь славгород и приехал там сейчас я не могу сказать и священник какой тоже пошел в отель затем а женщина стоит маленько заголела там ноги еще остатка вот я сразу к ней подошел вы бога то верите зачем нет я коммунистка а торгуешься сразу из студии так что вы сказали я не хотел узнать верующие так я у нее восприемница так она не верующий сразу обнаружилось сколько здесь батюшка вышел по москву я говорю батюшка вы спросите верит она или не верит она не верит она коммунист как мне это не надо у в ресторане там а бхс такая была организация и очень трудно и она сказали ты вот сходи там развернулся священник пошел болтать конечно я сразу нажил врагов а я поехал встреча там была хорошая ну почему это не сказать ну нет труда то никакого нету спросить веришь ты или не веришь вынимаете за этим сколько много что я верю в бога что он есть это еще не верить надо богу что он сказал если господь позволит я разъясню если бог даст завтра что это означает это огромный грех не верить богу написано это представлять бога лживым написано библия а лжец это дьявол вот куда все скатывается поэтому каждое слово если ты не веришь ты бога называешь лживым будьте очень внимательно это кто сказал господь все вопрос снятый бог сказал благодарю господи ни шагу никуда перед богом пишется памятная книга каждый день представляет последним как серах говорит его век не согрешишь или имеет так 1 коринфян 416 посмотрим что новый завет нам говорит знают ли апостолов про то что сказали пророки господь пять тридцать девять же ты исследуйте писание евангелия тяна ибо они что через них думаю мне жизнь вечную через них писание я они свидетельствуют о мне пять тридцать девять евангелия тяна это никакого нового завета не было евангелисток это напишет через 35 лет что исследуйте бедки завет его никто не отменял он только возвышен был казатова сговорит если там было написано там все отца и мать то в новом то завете ты об умерших вес заботиться должен заповедь не одну которая на синае была дана не отменена нигде в новом завете не написано не жениться на родной сестре на матери нужно что там показывается скотиной не быть это так понятно а как бороду скажет это в этом завете попутно сказать почему десятину надо давать потому что бог прости меня господи но земное выражение как мы в одной компании вкладываемся во что-то потом будем делить сколько кто вложил по процентному содержанию ты так ты где сажаешь но я за землю землю кто создал ну ты господи а без воды может нет а кто дожди дал ну ты господи а солнце бы не всходило ну ты господи понимаешь все и ты-то тебе если бы нет ты бы родился нет нет я прошу одну десятину моя там а я а ты не берешь и не сказано что жадные даже обворовываешь меня богат обворовывающая тебя даша ты своей рукой передал а ты не ты обворовываешь весь народ обворовывать меня проклятием вы прокляты валахи 2 3 глава проклятием прокляты и ничего больше нет обвинение одно только десятину не платят почему окажут в городе наследоваться боже а вы убого воруете я дал десятину которую мы заработали она приложена к нашей зарплате запомнить это и не надо ни с кем разговаривать на эту тему она уничтожит торговлю храме у нас почему торговли не десятину все просто и понятно а почему не платят я подарил священника доска убрать старухи одни а тут и машина освещают и крестины и торт идет почему я когда здесь налогу вызвали и православные а сколько свящей продаете ни одной как ни одной ну крещение то бывает бывает а сколько берете нисколько они с кабинета в кабинет забегали меня поставили как какая-то новинка да нет ничего и и мы живы-здоровы тот пошел видимо звонить начал в отдел юстиции православные еще нет по сегодняшний день а которые дали где-то вот она положили с этого налогов нету это добровольное пожертвование его учета нет запомните десятина изначально нам не принадлежит и все вопросы не объясняйте кто не платит у нас были люди которые не платили 70 с лишним лет одной было то она была сестра или обманщица сказали а я платить не буду вижу уже в штанах переодетая в городе идет накрасила 72 года десятина показывает кто ты почему то бита 168 он платил год три десятины три поэтому кто щедро сеет и так 1 коринфа 416 посему умоляю вас подражайте мне как я христу кто из нас может сказать это давайте как мы еще прочитаем одно место филиппистам 317 по одному стиху подражайте мне как я христу значит павел мог сказать это так у тебя прошлое какое убийца ты весь в крови бог меня простил я не достоин называться апостолом вот все это пояснил людям подражайте мне как я христу это и как вставать как ложится как ну все абсолютно в этом за ним подсматривали специально пришли люди за христом посмотреть обвинить в чем-то платить ли подать кесарю слесарю все разузнали и так филиппистам 317 подражайте братья мне и смотрите на тех которые поступают по образу какой имеете в нас не его одному а все это дело такое я вот посмотрел о котором говорю там служение ни одной нет чтобы волосы были покрыты как попало кто и неужели трудно сказать да народ неправда это нам приезжает иногда столько народу ну бывает где-то мы говорили пропадали приезжают сразу сказали всех платье какое я не говорю там акуку чтобы табачного ничего не было сразу все делают я один раз пользоваться шесть 72 человека профессора были тут академики все сделает то что есть народ любит господа но не знает как ему обратиться и батюшка вспоминать как приехали сразу 28 человек крестились только кто-то остался кто-то но ушел там куда допустим патриархию он не от бога отрекся то такие которые бога нет я отрекаю скажут я не но даже не знаю был кто-то ушел баптистом а там познакомился с девушкой такое дело его кажется уже готовили в дьяко щицы щицы ну всякое бывает господь павел от меня все оставили остался там один лука с ним и когда все разошлись апостолы он как не хотите ли вы уйти то есть за руку не держу а кому идти пётр опять же засвидетел у тебя глаголы жизни вот у господа глаголы жизни вот они глаголы в эти держим в руках теперь мы их озвучиваем дальше евреи 13 7 подражайте смотрите смотрите какие есть ревностные священники мы встречаемся архиереи я не знаю что будет завтра но по сегодняшний день я мое мнение что милость божия что у нас московская патриархия и такой матриаполит оказался с нами здесь когда я говорю как он поступает как говорит идет богослужение литургия у меня в алтарь скажите проповедь это вообще вообще даже нельзя выразить я не слышу я стою перед ним во время обеда когда обедает подошел а ему говорят благословение надо дать а он там говорит ему сейчас всем попадет а больше всего мне у него юмора хватает где мы были ходили вместе это за то что было впереди как мы мучились и господь как все разрешил теперь с их стороны здесь ни одного выпада нигде это он все погасил и поэтому с кем разговариваю добавляю что он не просто ну пастырь он как отец родной нам настолько близок все время батюшка сейчас побыл всегда спросит как здоровье как дела во время когда там богослужения то за столом благословен господь вот я скажу пророки слова пророк в новом завете встречается 207 раз пророчествовать а в библии 662 раза может быть кому-то сгодится иуда 123 святой апостол иуда что те это хоть святой но люди не называют имени иуда никого еще не встретил ни разу а других страхом спасаете из торгая из огня обличаете же со страхом гнушаясь даже одежду которая скривни на плоти у нас был такой человек вот и нельзя пока заходить пока эпидемия разделся там по местам еще в этом нету написано это не трудно выполнить ну ну ушел человек по скорбели говорится забыл но это ему запомнилось мне даже на одежду нельзя было почему семейное положение открыто начал делать то что не положено делать еще считаем первое коренцам 14 24 еще 5 по одному стиху но как когда все пророчествуют и войдет кто не верующий или не знающий то он всеми обличается всеми судится никого не судите ложное понимание этого слова а вы судите такого-то пересчисляют где-то всеми судится всеми обличается у нас этого нету куда усадить к накормить его дать что-то а он зайдет только к вам собрание всеми судится а что все пророки проповедь это есть пророчество когда мы говорим будет суд божий мы вперед заглядываем нам это открыто я четко говорится всеми запомните это поэтому не чурайтесь этого слова наш человек где-то оказался а как там во время вот сегодня только одна поминках мы пошли на кладбище столько яиц столько всего наложено мы бедно же может вам что-то взять можно конечно а ты спроси те кто положил они-то думают это достанется тому кому положили понимаете ну мы везде везде нужны даже вот место нигде нет и вот но сегодня бассеты ослеп и слепой может говорить я вам говорил какой-то слепой был знакомый с каннской красноярского края дядя гоша он услышал разговор на магитофонной пленки сатур дмитрий вот это вот этот человек он говорит он правее а кто такой здесь-то живет сразу попросил чтобы привезли сюда два раза приезжал кажется два раза один приезжал глаз вообще никаких нету и когда поехал к отцу геннадию отец геннадий ты же не я как у какое там звание каких всего и он говорит я даже не мог определить где границы его знания я была как в этом все знаете такие поэмы нация поэмы наизусть все говорит я знаю святых но в какой день праздновать мало кого знаю он всех и знает и стоит руководить службы священнику подсказывает а я где были какие ну бывает там беседы споры я всегда там был и у него книга это я подал книгу брали называется раз развернул вот где написано вот смотри это там от считайка или советинская библия там вот так атака я поехал к нему когда в гости и что переплетчиков работают дом себе сам построил говорит мне трудно поверить отцу нес еду обратно шел уже развелось его с моста там переходной мостик был смыло и песком глаза и всего его и главная фамилия лютых как он жил никогда ни разу не слышал у него ропота как он бога за все благодарил мне бог дает таких людей от ворона ворона мне в жизни не встретился я вот сегодня только об этом рассказывал где пленки то прятали нашли меня аж преседовало кгб милостью божию ни одного милиционера ни одного сотрудника кгб не было который бы со мной поступил неправильно по их законам правильно было и они какой-то знак поставили что меня пальцем не трогали никто какой не знаю потому что там г.б. было поэтому бог тогда и маломощный малосильный на моих глазах людей прямо прямо забивали а мне сразу не в красный уголок нет посиди пока там подползают убивают отец можно около вас рядом стану боксеры другие я видел это это бог делает еще раз говорю никакие связи ничто не я показывал что никогда не думайте что связями одними бог все ведет за руку милостью божию и считаем первое темопея 5 20 согрешающих обличай пред всеми чтобы и прочие страх имели перед всеми обречай а у нас это тоже говорить не судьи гене там скажи если он поступил неправильно против страховного ну и проще мало ли что где-то ну ты обречай перед всеми а с какой чтобы другие видят что не потворствует и этого его тоже заденет это еще еписианам 5 глава 10 11 стихи не забывайте эти слова испытывайте что благоугодно богу и не участвуйте в бесплодных делах тьмы но и обличайте не участвуйте но и обличайте с правителями мне приходится иногда говорить люди высокого звания сегодня рассказывал как и как они еще больше располагаются при том ты никогда не старайся быть тем кем не являешься а вот какой есть так и есть я рассказываю простые случаи своей жизни павел когда приехал он рассказывал кто обратился и что они все обратились и не все два них ни одного не было чтобы он был против бога или говорил или а когда сквернослой ни один из мирских людей применение сквернослой вас и даже в интернете я одно предупреждение 2 я уже запчища то никогда не придет вы будете строги когда я буду разговаривать он будет скажите с курящими я не имею права быть почему он самоубийца 13 лет жизни отнимает эта трава волючая да и все а сколько таких людей будет ты только не молчи ты скажи нам враги нарвались на меня какие-то бассейн бассейн я говорю не простой мы готовим людей как речевой подождите не говорите ничего с 1 подруга сбегаю где-то там вот как бог делает одно слово она ошиблась ошиблась но ты попросил бога милости чтобы легко вывести на небесное 2 тимопею 42 проповедую слова настой во время и не во время обличай запрещай увещевай со всяким долготерпением и назиданием обличать начнешь он будет против он отвернется об этом не надо думать к титул 1 13 обличает увещевай запрещай то есть это в твоих руках все я говорю ты пасторы почему что не обещал ты знаешь что вот он фару или его видели он непотребном месте лежал уже но еще сделала то он уйдет он говорит верующий я с ним переговорил уже и видно что он расположен ну вызови вы скажете останется славик мы побеседуем с тобой он хороший человек но у него не друзей никого нет и он такой печальный куда-то полетели там певцы а он опоздал это дело то все погибло на день живой один остался будто бы водка его спасла это вообще и он ну нуждаются помощи но ты определи кому ты нужен сегодня с утра до вечера я считал про тита императора римского который закончил завоевание и он говорит я зря прожил сегодняшний день я ничему новому не научился я милости выговорил я никому не сделал сегодня добра наверно бог от меня отворотился да как братья говорят сегодня 250 человек обедали 250 вчера 3000 было монастырь кормил людей которые были не сделал не понимал не просто я не нужен был бог меня оставил как глубоко они проникли в то что уподобляет богу милосердие видеть где и титул 1 13 посчитали нет свидетельство это справедливо по сей причине обличают строго дабы они были здравы в вере понимаете сколько вот это никуда нет и с ребенком своим там соседом неправильно делать а ты обречись скажи вот они здесь я вышел всего они они мальчишка дороги-то сделали какие у нас каптаны кататься можно нашел железо а катаются на велосипеде а он целый ряд установил что другой запнется и сразу упал я вовремя оказался здесь и камнями обложил а тот гней даже не видит он же катался еще не было я подошел сразу ты что делаешь а убрал все вызвал опять то же самое его за руку где живешь давай дергаться я деда не буду я говорю вот он узнал где живет пойдем дошел до бери и отпустил тебя не обманешь что не будешь больше ни разу не вышел ну просто глянь маленько то беда на твоих глазах было вот прямо у нас под окном из-под этом шиповник растет вытащили он ребенок он дома не хочет уже быть что там дома делается у нас поприще которое не придумаешь даже аж как ты узнал что там нужен а больше никого не было в народе есть такое может быть не надо было рассказывать почему к кассиану один раз в году а николь еще натурство два раза в году празднует они когда-то шли там мужик застрял с телегой ты но уже одетая по форме никола снял этот себя что там риза была насчет а этот горит нет главное это служба и пошел поэтому тот и другой святой на тому один разбит празднует а то народ может составил такое но смысл понятен не проходите мимо есть такое и откровение 3 19 20 может кого я люблю тех обличаю и наказываю и так будь ревностен и покайся сестаю двери и стучу если кто услышит голос мой и отворить дверь войду к нему и буду вечерять с ним и он со мною большая картина и говорят один недостаток нету ручки как он стучит он говорит ручка изнутри и так господь сегодня к нам стучит сердца чтобы огонь возгорелся и мы его не могли удержать и распространяли о святой благой вести о христе ему слава во веки веков аминь